всем привет в общем я протестила камеру сейчас думаю удачно я решила записать перед выходом на почту свои пустые баночки потому что чуть так расчесала волосы мне показалось это коняшка но и вот я тут на постаменте в предыдущем видео у меня спрашивали в последнем видео типа где штатив вот штатив сейчас на штативе скажем так я тут целый огромный пакет но тут не только баночки как обычно случайно не как обычно иногда без них бывают и коробочки всякие вышли я решила сейчас вот их обозреть и что я пойду на почту у меня случился второй заказ моей вот этого рукодельного моего вот этого вот вот кстати я сейчас перед помадой поюзалась своим вот этим бальзамом который по отзыву покупателя гласил что можно запасать крылья носа вот у меня как раз немножко шелушится и вот действительно но не бликует и не жирнит и увлажняет вот как бы мне порекламили меня и я рекламлю вам начну я пожалуй вот обзор вот с этой помады меня закончилась фаберлик практически закончилась там совсем чуть-чуть осталось но там уже настолько чуть-чуть что думаю что заюзается уже потому что я даже не совсем удобно уже мало то стало так сказать я ее узала и чаще всего на видео ну еще на выход когда куда не собиралась в общем очень часто у меня узалась она мне очень нравится дарила мне ее аленка елена снегирева канал собственно и оставлю ссылку в инфобоксе и номер короче у нас 45 85 уже стерся вот уже вот еще буквально на днях он еще читался сейчас уже практически стерся но я его столько раз уже рекламила этот номер что в принципе я его даже помню в общем она жирная такая помада очень легко ложится даже если вы не пользуетесь каким-нибудь бальзамом если у вас сухие губы то она их увлажнит вот столичка у меня тут осталось уже не очень удобно ей пользоваться но я ее даю я ее добью я ее добью я думаю добью ее в ближайшие дни но и так как я как бы помачиваюсь когда выхожу на улицу когда я собираюсь но и перед тем как дядь какое-нибудь видео для вас в общем вот так вот такая помада у меня сегодня закончился наконец-то слушайте он мне уже я уже от него даже мы друг от друга наверное устали я вот даже попутно чем-то другим мыла голову тогда и разнообразие потому что волосы как бы привыкают это шикарный просто супер экономичный мне 10 ноября он пришел в подарок от влада ссылку на канал не оставлю потому что человек ничего не снимает он только смотрит иногда комментируют иногда меня троллит слегка так в моих трансляциях воскресных и не очень в общем это у нас органик тай мандарин там первое что идет по списку это гидролат лаванды в общем бестульфатный очень классный шампунь на зоне он по моему 600 или 700 рублей тут тут 260 миллилитров но мне его хватило грубо говоря ну наверное 3 на 3 с лишним месяца потому что я чем-то еще мыла голову у меня там что-то оставалось еще что-то еще что-то сначала я совершенно не поняла как им пользоваться он не сказал что экономичный я так налила на руку густущий шампунь нифига не промывает что с ним делать помыла второй раз вроде промылась потом оказалось что надо на ладошки разводить у меня ладошка не настолько большая чтобы на ней разводить я просто брала флакончик от алоэ вера савандри и надо же произнесла в этот раз савандри и допустим она одну треть флакончика наливала вот этого шампуня и на две трети воды взбалтывала и жиденькой такой водичкой поливалась слушайте так вообще шикарно совсем чуть-чуть вот капнешь и промоется волосы мягкие волос я подозреваю что благодаря этому шампуне у меня волосы очень быстро отросли потому что у меня не было такого чтобы меня подстригли через месяц у меня волосы обратно вымахали в обратную сторону смысла туда сколько отстригли столько и выросло обычно у меня месяца два-три как-то так было что я перед новым годом подстригалась потому что мне показалось что у меня волосы секутся но на самом деле чего там не секлось но как бы состригла лишнее состригла я хотела дальше отращивать в общем принципе обратно они у меня отросли я не знаю как они вместе длиннее стали чем тогда или на тот уровень вышли но они очень быстро отросли и как бабушка говорила мне вот здесь вот сейчас не буду делать наверно потому что не получится когда я расчесываю я тут увидела у меня такие волосы свеженькие бабушка называла их подсет я раньше думала что подсет это что-то седое но это именно то что вот новые свежие волосы я думаю что благодаря именно этому шампуню никакой там бальзам не нужен ручная работа тайский спа ароматерапия без слс сл ес и дыре но этот шампунь поразит вас своей эффективностью очарует освежающим ароматом порадует экономичностью вообще все а то сто процентов 5 5 5 5 с кучей звездочек спасибо владу за возможность такое счастье попробовать вообще даже не знала что такая фирма если что вообще в общем нет слов одни эмоции эмоции исключительно положительно вообще здесь вот такая маленькая дырочка крышечка очень удобная такая алюминиевая по ходу или как-то так и еще порадовал меня вот этот листик на резиночке такой вот листик думаю даже снять можно вот листик на резиночке как бы но это по-моему тряпочка какая-то резиночкой в общем тканевый такой листик чем-то может пропитан и тут маленькая такая проволочинка очень классная вещь советую я вам у меня даже родня показалось что меня смотрит родня не совсем кровная ну как бы родня моей родни да вот так скажем и в общем мы не буду говорить имя потому что как-то ну не знаю может это как-то человек не хочет чтобы про него говорилось да в общем мы с ней сошлись женского пола родня во мнении что цена у него оправдана потому что если его хватает на 3-4 месяца то как то вообще в общем мне тут упала баночка точнее коробочка выпала импра цейлонский чай 250 грамм я его еще покупала когда у нас еще этот атрус был незакрытый что-то уж не помню почем я его покупала я думала что он средний листовой оказалось мелко листовой но вот мелко листовой вот это самый шикарный мелко листовой чай который я пила это вам не орами тренд гита там зита и прочая хренатень расфасовки питера тот же самый гринфилд это очень шикарная вещь из именно шри-ланки где она тут да это целон да целон шри-ланка ингредиенты черный чай байховый мелко листовой и упакована в этой самой шри-ланке чисто целонский чай очень классно вот у меня там еще осталось немножко пересыпала вот сундучок свой из которого чай ложечкой достаю костяной ложечкой чая костяная ложечка еще моей бабусе молодости там не знаю может уже сто лет этой ложке костяной но кто не в курсе то я люблю вот все такое антикварное а кто в курсе тот в курсе в общем очень классный чай я вам советую если вы увидите покупайте очень экономичный и вот там чайная ложка на чашку хотите сделать себе чефир хотите чтобы у вас там низкое давление голова болит и тому подобное вот крепче сладкий чай из этого чая очень самое то в общем это у нас экстра боб 1 ac ау может кому-то это что-то говорит пикоя а1 1 ac точнее такое вот в общем насыщенный классный чай коробочка пойдет на переработку у меня тут закончился чай который я покупала вот как раз вместе с мыльной основой вообще такой чай не первый раз я попробовала именно вот в такой коробочке только немножко другого дизайна другого цвета тоже золотинкой от легкие стюмени в посылках первой то нас краснодарский букет сейчас я как обычно живет хотя у меня тут почти ну два с чем-то часа дня в общем уже так сказать день глубокий такой 50 грамм черный чай байховой черника тут в общем черный чай был листики малинки этой клубнички мелко порубленные и черничка вот черничку я сушеную взяла пожевала вот нормальная черничка но на самом деле в чай она совершенно не чувствуется я как-то думала что он как-то будет отдавать но вот черный чай обычно хороший черный чай черный чай байховый крупно листовой высшего сорта лиц клубники плоды черники без гмо ну и заваривает одну чайную ложку на чашку 3-5 минут постоять очень классный чай там по-моему 63 рубля стоил на озоне но я думаю что магазинах наверное так же стоит но я просто магазинах именно вот таких баночках как смысле коробочках не видел очень классная вещь если любите хороший черный чай тому же в россии делаю в россии растет хороший черный чай смысле в россии растет чай который именно такого хорошего качества можно сказать на один уровень поставлю на весах они будут равны друг другу блин так не это непривычно до сих пор вот в эту камеру значит логитеховскую я там смотрю на себя я как-то будто я напротив самой себя сижу а не напротив зеркала как бы казалось бы да ну в общем у меня закончился и фраше этот я сама еще летом покупала когда была в ярике с ленкой гуляла сейчас я опять его 400 миллилитров розлито в россии сейчас скажу даже где розлито в москве 12 месяцев после вскрытия гель для душа и ванны лотос и шалфей насладитесь расслабляющим и воздушным ароматом лотоса и шалфей аромат вообще шикарный пахнет в основном лотоса но чисто для меня я его использовала как гель для душа как пену для ванн раза два или три и немножко как жидкое мыло просто у меня как-то закончилось жидкое мыло ну то бишь еще вроде еще было жидкое мыло но у меня одно стояло ванной другой на кухне именно было жидкое мыло я его чуть-чуть перелила но в основе я его юзала как гель для душа тут вон вода осталась это чисто я уже окачивала бутылышку когда дело пену для ванн пена хорошая но ну скажем вот то что сделано в россии или то что делано во франции это где-то вот во франции пять с плюсом пена в россии три с минусом но тоже терпимо по крайней мере ну как-то пену она дает в общем я бы такой не купила больше вот если мне такой подарят да спасибо а я бы не купила но если вас не смущает то что его развивали где-то там под москвой то ваше право покупайте у меня закончился но тут на самом деле может еще пару раз может выдавиться это как он там я в каком-то видео его не так обозвала это у нас арифлейм крем за рук спайс цитрус мне еленка по-моему года полтора назад еще дарила та которая собственно и ссылка на нее как я уже говорила будет в инфобоксе после вскрытия 12 месяцев живет срок у него до августа девятнадцатого был бы очень хороший крем он хорошо увлажнял вот даже помогал ну конечно не на сто процентов но когда вот у меня с декабря где-то по начало может февраля бы была эта дикая сухость рук вот здесь особенно шелушение аж до иногда до крови то ну он как бы мягко так действовал он не после него там конечно проходило время и как бы кожа еще оставалась сухая но не такая что красная в общем при очень сухой кожи рук он вам поможет но не на сто процентов при сухой кожи рук он вам очень поможет но я думаю что он действительно еще и на ногти хорошо влиял хоть тут написано что просто за рук но в общем он мне очень понравился очень классный экономичный хороший крем для рук спасибо аленке за возможность попробовать у меня вчера закончился подарок от лёльки из тюмени второй раз я его уже пользую вот такой именно первый раз мне аленка дарила эйван сенсос парфюмерная коллекция нежная любовь париже с ароматом розы и риса и нотами антаря это как раз тот самый мой любимый аромат который мне нравился вот в эриснуаре крем гель для душа вдохновлен парфюмерией в общем очень классный хороший гель для душа хорошо пенится если вы его используете как гель для душа ну в общем аромат на коже у меня практически на сутки наверное оставался но если утром допустим я им помыла все то к вечеру я еще им пахла утром конечно я уже им не пахла если вот допустим так долго так был тут 250 миллилитров очень классно я тогда меня спросили что бы я хотела я сказала что хочу это у меня я уже говорила что мне было неудобно про это говорить хотя мне уже говорили что неудобно спать на потолке я про это знаю в общем парфюмерная коллекция очень классный гель для душа я насколько знаю они выявила они по-моему бюджетные 79 что ли стоит ну не знаю может сейчас конечно дороже но очень хороший классный экономичный гели для душа мне где-то вот столько оставалось я решила сделать из него пену для ванн вот как пена для ванн я понимаю что такие гели для душа не идут для пены для ванн но мне так захотелось именно вот в этом аромате полежать ванна у меня до сих пор пахнет и губка кстати тоже очень впитывает этот аромат еще 2-3 дня на губке остается даже если уже пользуешься другим каким-нибудь ароматом ну в смысле гелем и пена практически никакая но самое интересное знаете вот когда лежишь я еще в ванну засунула эту соль крымскую от лёльки из тюмени у меня там чай как травяной сбор был заварен но что-то у меня этот сбор не пошел вот раньше мне очень нравился этот я тут всем кому не лень его раздариваю этот сбор по типу монастырского сбора только без одной травы но монастырский сбор насколько мне известно там всегда разные травы но именно вот такой был частично успокаивающий укрепляющего действенный организм такой вот весной хорошо такой пить или осенью допустим да и у меня что-то он стоял стоял в чайнике я его вообще заварила после вечера как у меня таня побывала в гостях которая приезжала из москвы вот таня китаева блогер там у меня в инфобоксе даже не инфобоксик сейчас скажу на на основной страничке канала там справа как раз вот этот квадратик такой интересные люди или что-то в этом роде в общем кинетесь на нее и если что подпишитесь снимает про парфюмерию хорошая девочка короче в общем я заварила тогда этот чай и что-то он у меня стоял стоял и не идет не могу я его пить я его в ванну тоже зафигачила и вот вместе с этим гелем это все лежу и обычно вот ну чаще всего бывает что лежишь и чувствуешь эту мыльную основу в этой самой ванне а тут вышел я конечно душем все равно омылась но можно было вылезти и прямо полотенце никакого там мыльной пленки на тебе нет в общем в этом плане он в ванной себя повел очень классно хотя пены долбала но все равно ему 5 с плюсом и за аромат и за само по себе так у меня тут закончилась вторая уже баночка заканчивается триндец как жить дальше нету больше у леньки лайтового розового кофе бусида лайт катана бусида нежная нежный бархатистый арабий хоккей не 100 грамм можно 2 чайных ложки было зафигачить днем чтобы сделать покрепче можно было одну чайную ложку зафигачить вечером и все равно спишь хорошо ну когда как иногда вообще не спишь ну это от кофе не зависело короче очень вкусно очень классный кофе я его по моему а когда я вообще покупала наверное на зоне брала что-то тогда за 300 с чем-то там какая-то скидка что ли была я уж не помню вроде так ну вообще у меня какие-то там баллы были если ну да вот я на зоне тогда по баллам брала мне больше 300 с чем-то он вышел на самом деле он чаще всего стоит где-нибудь рублей 600 700 если повезет то и 500 где-нибудь но если не знаете что ли подарить а хочется то вот а если хотите хорошего кофе то тоже вот я кстати уже бусида отрекламила Тани Китаевой когда мы с ней были в этой высшей лиге ну правда другой по моему red или black что-то такое но у меня сейчас стоит оригинал и red katana дома на кухне буквально сегодня пила капучинку со сгущенкой еще добавила туда сгущенки этой обычной которую вчера купила фикс прайсе что-то я зеваю и зеваю и делала как раз редовский кофе в общем вот ну баночка то я оставлю я ее обмою в ней очень запахом кофе еще пахнет в ней очень хорошо хранить какой-нибудь там чай и вообще такая баночка это же бусида это прям вообще love 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 бусида гасукидез у меня закончилась наконец-то вообще и частично помогала лучшие рецепты мира пена для ванны волшебный сон 600 миллилитров лаванда мята ромашка лучшие рецепты англия это мне дарила моя подружка кажется на новый год прошлом году в общем тут после 12 месяцев после вскрытия там уже 12 мне кажется уже на тот момент прошло но срок у нее был до декабря этого года в общем она конечно классная хорошая пена ну в смысле аромат то есть все такая густая как гель для душ она вообще шикарная как жидкое мыло тоже хорошо пены она дает не очень ну как такая средненькая пенка на троечку не то что быстро сходит допустим лимитки новогодние и фрошистки очень быстро сходят это сходит чуть медленнее но почему-то у меня вот если я делала вечером эту пену до ванна меня после нее так бодрил вообще хотя бы иди должно было усыплять ну так как вы там любите говорить товарищи бьюти блогеры проходной вариант я вот не очень понимаю смысл этого словосочетания но наверное так не относится на безрыбий рак рыба это на случай того но если вы не любите такую супер хорошую такую большую обширную пену на пол ванны то она подойдет так что в принципе я ее вам советую бюджетный вариант продается в атаке у меня тут что-то такое закончилось а это я блинчики за 32 рубля покупала в дикси диксиевая марка хорошие вкусные блинчики меня в инстаграмах все приняли за то что будто бы я их сама делала тут 360 грамм было 9 блинчиков хороший состав блинчики без никто марка называется на все готовенькое в общем хорошие вкусные блинчики ну я тогда что-то увидела блинчики была как раз эта масленичная масленица в общем неделя этой масленицы я узнала про это поздно готовить мне было самой лень блинчики пришла разогрела с пастой какой-то этой владовской нутеллой похавал очень вкусно от них же там у нас пойдет на переработку это у меня на самом деле оно еще не закончилось там еще половинка это у нас чистая линия опять же подарок от подписчицы Лерки из Тюмени фитотерапия красивая кожа мыло косметическое прозрачное экстракт клевера одобрено дерматологами 100% натуральная растительная основа очень классно вкусно пахнет я не могу понять чем может действительно клевером у меня где-то половинка еще осталась а сегодня им помылось в роли мыла просто как как гель для душа использовала и вот допустим мое какое-нибудь там произведение искусства мне надо намыливать 2-3 раза последняя которая у меня жидкая такая получилась да я помню что это видео обещала все никак не смонтирую учитывая что у меня камера тогда глючила и как-то оно не очень полноценно записалось не весь процесс записался в общем я намылила губку и у меня еще на губке дофига осталось и вот на всю тушку очень хорошая такая пенка ну не сказать что он подсушивает кожу но какое-то слегка очень чистое состояние такое вот что допустим ноги я увлажнила кремом а все остальное оно не сушило но вот тот вариант когда вот вы моетесь мылом ну как мыло вообще оно хорошее и мою лапки свои передние очень хорошее мыло просто решила коробочку показать вообще мне нравится чистая линия и у них вот эти мылки полупрозрачные тоже очень нравятся спасибо лёгке у меня закончился палтус очень вкусный палтус был слушайте вообще мне в том родня еще такого же попросила палтуса 400 грамм вот что хочу сказать полар я все боялась покупать вот такие где написано что массовая доля глазури не более 5 процентов что типа без глазури 380 грамм а с глазури 400 очень классная вкусная штуковина ну это в смысле палтус и действительно там глазури очень мало в смысле вот этой вот я поняла что это сухая заморозка по-русски да ну в общем если вы видите в дикси по скидке или без скидки какую-нибудь рыбу фирмы полар то советую вкусная хорошая вещь ну на вкус конечно и цвет товарищей нету да практически но я имею ввиду что там действительно очень мало вот этого льда и довольно предлично этой рыбы у меня закончился эфирное масло шалфей мускатное натуральное нефское по моему или какое оно тут а натуральное масло я что-то думала на М в общем натуральное масло вот такая коробочка вот такая баночка последний раз ну я его в основном делала на дезике и вот оно у меня как раз ушло на дезик плиточкой восковой воска где-то до апреля наверное теперь не будет ну а масса я наверное повторю такое ну не обязательно такой но вот именно шалфей мускатный в общем хороший такой дезидорирующий эффект у него у меня ноготь тут смазался ну да ладно хотя я думала что он давно уже высох может и не видно будет так так у меня закончилась шоколадка альпенгольд голтареа молочный шоколад новинка я не помню кто-то мне ее дарил по моему потому что я ее вроде не покупала сама ну в общем кто-то дарил спасибо я забыла кто вот совершенно из головы вылетел может быть лёлька может не лёлька ну короче кто-то дарил а может быть ладно в общем простит меня человек даривший вот эту шоколадку ну в общем вот она закончилась была вкусная так у меня закончилась майяма экзотик клубника яблоко ананас жевательный мармелад от лёльки из тюмени по-моему все таки может и шоколадка от неё была потому что они как-то рядом лежали короче спасибо вкусно спасибо было вкусно у меня закончился еще пакетик вот слушайте впервые в жизни ела мармеладных бабочек мармеладных жоп с ушами вкусные мармеладные жопы с ушами 108 грамм спасибо тоже лёлька по ходу дела у меня вот закончился вообще-то пробник был от сазона мне заказ положили красная поляна в составе зеленый чай байхл и мелкий высший сорт мелкий листовой видимо высший сорт потом зверобой душица тысячелистник мелиса чабрец ромашка очень хороший такой обычный чай отдает больше всякими травами чем чаем нормальный у меня тоже пришел на озоне такой вот пробник перед сном намазать питательный ночной крем для рук бархатные ручки по-моему это все таки крем был хороший такой густой белый крем единственное в общем я намазала у меня как-то этого пробника вышло так что еще и на это хватило у меня так дерла кожу у меня настолько ее не покраснение не было но ощущение было будто вот меня вот куча иголок протылкивают первые 30 минут такое вот было ощущение потом утром проснулась у меня еще как раз руки были какие-то слишком сухие и слегка кровавенькие ну в смысле до крови тут потрескала что-то кожа и утром я проснулась у меня реально бархатные ручки в общем если вы слегка мазохист то я советую вам этот крем приобрести в полноценном формате я себе не буду я как-то это не люблю я когда меня что-то колет у меня закончился и франшевский я его тоже покупала летом сама покупала последнее время мне вот что-то дарили последнее шоу то у меня было там мне это дарили гель для душа и ванны гритфрут и тимьян ну очень вкусно пахнет гритфрутом до сих пор еще пахнет гритфрутом как гель для душа использовала как пену для ванны использовала можно сказать 4 с плюсом хорошая вещь вообще за аромат можно 5 поставить шикарно так у меня закончился и франшевский уже не я покупала Ирка подарила которая осенью в прошлом году приезжала подписчица точнее зрительница у нее по моему до сих пор нет аккаунта на ютубе биокультура питания питательный гель для душа мед и мюсли био 200 миллилитров насколько я поняла это уже снятость срок у него был до 07 этого года то бишь до июля сделан он все еще во Франции очень классный такой вообще офигительный я не знаю как объяснить аромат но если вы привыкли к натуральный мед в Арифлейм или еще в какой нибудь фигне и вот то что оно пахнет это вообще день и ночь вот я вчера человеку объясняла что ничего такого больше не добавляла что если переплавлять воск который лежал ну допустим год или два воск соты восковые вот эти соты меда там когда-то был мед остались и не соты да то вот когда вы переплавляете воск аромат стоит вообще шикарный и имбирного пряника и какого нибудь супер меда и воска вот очень шикарный такой аромат просто попробуйте как нибудь если у вас есть пчелы можете вы уже знаете что это да если у вас нет пчел но у вас есть воск или есть какой незнакомый пчеловод напроситесь к нему на перетопку воска заодно поможете заодно аромат ощутите в общем вот тут такой вот не знаю как мюсли пахнут я иду люблю есть меньше чаще я ее ем чем нюхаю но вот аромат именно вот чуть уловимы именно вот такого топленого воска какого-то такого меда когда вот вот скачивает у вас родственнички вы помогаете там этого меда в медогонке вот очень классный вообще кожу не сушила вообще классная вещь такая шикарная от него в восторге жалко что его сняли я кстати еще давно его хотела попробовать но как то все не получалось а Илька вот угадала мои желания у меня закончился чай чайная коллекция цветочный чай засминовая обезьяна мне его еще родня моя да кстати русская чайная компания мне его родня тетя моя привезла еще из Рыбинска когда у нас еще бабушка была жива ну как бы поднять как говорит Аленка поднять настроение да ну чисто вот то что я за бабушкой ухаживала и как бы меня ну хоть какой-то положительный момент из всего этого в общем очень вкусный чай он зеленый жасминовый чай из провинции Хунань ну короче из этой самой провинции собираемый в горах на плантациях с мая по октябрь ну и там это то что по листочке покрытая белым пухом бла 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 я не помню был ли там вот сами эти цветочки жасмина но он настолько жасминовый вкусный вот мне Влад присылал чай не то чтобы один в один но тоже вот такой же шикарно вкусный чай и главное тут обезьяна жасминовая обезьяна в общем вот такой чай если вы видите и любите жасминовый чай то я вам советую у меня что-то тут закончилось у меня тут закончилось это мне Влад присылал на день варенья вкус вилл карамель леденец на палочке состав сахар сироп глюкозы и вода вот тут такой петушок был вот такая вот картинка у меня дедушка таких петушков и мишек делал сам из сахара в общем вот вкус именно вот такой конфетки из детства очень классная штука я знаю что там в Москве такая серия магазинов есть короче люди если вы из Москвы или попали в Москву и узнали где вот это вкус вилл я вам советую купить такую конфетку без понятия сколько стоит у меня закончился к сожалению он как-то я не знаю крышечка ослабла или еще что-то вот тут совсем совсем чуть-чуть капелька вот натекла я в сумке обнаружила сначала смотрю половинка стала потом ее не стала видимо он или как-то высох или еще что-то хотя у него срок годности насколько мне было известно пять лет пять лет мне кажется еще не прошло хз в общем та штука такая с тигрочкой там и наклейка то уже давно отвалилась на аллее 4 рублей за 30 наверное заказывала думаю может повторить придет не придет в общем очень хорошо помогало если у вас болит где спина прирастает к шее забыла как называется от долгого сиденья у меня раньше так болел когда в художке долго сидела но часа четыре у Мольберта если голова болит тоже чаще всего помогает хорошая штука была у меня еще даже где-то похож на бальзам Ким который раньше в России можно было купить не знаю сейчас его можно купить или нет у меня даже по моему на него отдельный обзор был где-то года два назад в общем я его себе постараюсь наверное все таки поищу на Али с нормальными отливами на продавца и постараюсь заказать у меня тут закончился муромский пекарь пряник рождественский все что от него осталось может быть фотка в инстаграме была это из посылки лёльки из тюмени на день варенья вкусный пряник спасибо так у меня что-то тут закончилось а у меня закончились капли которые я последний раз покупала в Ярике в сибирской аптеке или аптек сибирское здоровье там вот рядом с цирком такое здание маленькое двух одноэтажное с торца с вашими тогда заходили в общем это это ЭПАМ тысячный синергетик третьего поколения и благодаря вот этим капелькам у меня после аварии в свое время зрения от минус 20 стала она минус 13 с половиной потом они как-то исчезли из ну нельзя их было в Ярике купить сложно было найти и поэтому может если я им и дольше пользовалась у него пролонгированный эффект и если бы я дольше пользовалась может быть у меня зрение было бы минус 10 допустим да а не минус 13 с половиной короче если вы устали проснулись долго поздно легли рано встали много трудились с помощью глазок и они у вас болят один к пяти я развожу одна капля вот этого средства и пять капель допустим кипяточка и пипеточка я то чисто ложусь зажмуриваю глазки вот в эту вот самую вот сюда капаю промаргиваюсь и все нормально а не то мучение которое мне в детстве двое держали трое капали трендец какой-то это по-моему вообще издевательство над людьми особенно на теме кто не может воспринимать как линзы в глаза вставляют и как ресницы красят и смотреть на это в общем очень хорошая вещь можно пользоваться когда вы чисто устали глаза так капнули можно в течение дня можно до пяти раз в день это капать можно в течение месяца и тогда вот оно у вас если допустим вы устаете там вот чисто сильно напрягаете глаза у компьютера там пишите какое-то что-то от руки или как-то так еще с чем-то что ваша работа как-то связана с сильным напрягом на глаза то вот она самое то у меня еще сейчас стоит второй флакончик ну когда закончится поеду в Ярик ну вообще можно заказать еще на каком-нибудь сайте там и в Москве купить или еще что-то ну мне по-моему легче я так поняла поехать в Ярик погулять посидеть в кафе купить эти капли у меня закончилось мыло подарок от подписчиц зрительницы Ирки жидкое мыло для рук мандарин и кедр насладитесь бла 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 короче слушайте вкусное хорошее мыло как закончилось я не заметила как еще такой нежненький цитрусовый ароматик кедра я там не заметила я чисто такой мандариново цитрусовое что-то чувствовала у меня закончилась маска от Лерьки из Тюмени которая вот первую посылку мне присылала Эйвен планета спаруская баня с экстрактами сибирской сосны эркалиптоухаживающая маска для волос 200 мл очень классная штука я наверное пятую или шестую уже баночку устрачиваю мне первый раз она попалась по баллам в Эйвен в каких-то моих первых заказах потом я специально сама заказывала одну мне по моему Аленка дарила вот Лерька тоже подарила очень классная маска мне кажется она для всех типов волос совсем чуть-чуть осталось я ее правда пользовала в этот раз как бальзам для волос после мытья но держала там минуты 3 наверное ну если подержать подольше и именно как маску я думаю вообще эффект будет офигительный классная маска 5 с плюсом у меня закончился от Лельки из Тюмени практически пустые баночки имени подписчиков друзей или типа того и совсем чуть-чуть Лели Фаберлик про ноги фуд крем крем для ног дезодорирующий пролонгирующий эффект экстра от лотоса я такой покупала когда единственный свой заказ делала Фаберлик после вскрытия 6 месяцев живет очень классный хороший гель действительно ну не знаю насчет пролонгированного у меня иногда вот к вечеру утром после душа его примешь этот крем на ноги а к вечеру слегка вот уже все равно как-то уже чувствуется что надо бы ножки помыть и еще раз на мать короче иногда вот может быть зависимо от того что я ела потому что иногда действительно пролонгированный эффект и вообще очень классно еще так я его могу сравнить с кремом охлаждающим до ног от Грин Мамын такой большой флакончик на 170 миллилитров ну скажу 5 с плюсом все равно в общем если вдруг решили послать мне фаберлик но не знаете что то вот такой крем я в фаберлике мало вообще что люблю ну мне не особо много что подходит но вот если вот такое то вообще вот какие то такие случайные такие моменты от которых не ждешь а они вдруг классные повторила я в свое время вот такой вот бальзам для волос укрепление голубая лагуна органик шоп на озоне брала второй раз 500 миллилитров хватает надолго ну он конечно слегка жидковатый но все равно в общем классный хороший восстановить структуру волос сделать их крепкими сильными и здоровыми поможет бальзам с высоким содержанием органического экстракта бурых водорослей и экстракта жемчуга бла 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 не помню по чем покупала потому что мне каждый раз какие то баллы на озоне были или какие-то бонусы спасибо и по моему не поверите последняя коробочка блин нет не последняя предпоследняя но обе у меня закончился пробник про который я когда-то или он мне подарок приходил или я его заказывала сама фиг знает от эйвен люблю я такие рыжие помады я даже им какое-то время пользовалась может быть даже чуть-чуть было в каком-нибудь видео но он закончился нет у меня эти рыжие помады он у меня лежал я про него забыла потом вспомнила даже тут уже настолько все стерлось что ничего сказать не могу но хорошая такая помадка эйвановская обычные эйвановские помадки и у меня закончилась пена для ванн ароматная роза экстрактом розы пена для ванн 500 миллилитров эйвен по-моему я ее еще сама покупала потому что кто-то мне еще что-то дарил ну после вскрытия 12 месяцев живет но она у меня чуть дольше прожила ну как-то я не знаю на пене на саму это как-то не сказалось я даже мылась пару раз хорошая пена для ванн люблю пены для ванн эйвановские в общем ну всем так сказать советую кто любит пены для ванн вот пены для ванн эйвановские у них дофига пены и она долго держится в отличие от других каких-нибудь пен для ванн каких-нибудь других фирм у меня тут стол заставлен вот не знаю может как-то получится это показать тут вот прямо баррикада целая ну и видео видать длинное будет в общем постараюсь сейчас как-нибудь рукой пролезть и к мышке чтоб поставить уже на этот самый на пока так сказать всем спасибо за просмотр кто досмотрел до конца кто вдохновился и решился что-нибудь приобрести и всем пока